я хочу с вами поделиться о своем методе сушки грибов и также яблочек я бруснику и лавровый лист который привезла с отдыха посушила я сейчас расскажу просто двухминутный ролик я вложусь сушу я на такой сушенке белорусской очень мне она нравится сушка она сушится до того момента когда уже вот сушка будет трещать сейчас она у меня такая влажноватая она не досушена вот так вот если треск значит это уже гриб или же сушка и яблоко она готова вот так должно разломываться значит что я хочу рассказать как я храню храню я грибы строго в банках больше у меня другой тары нет только банки сушку храню и в банках и бывает что вот таких вот мешках как я их храню если я храню мешках вот они у меня здесь брусника который высушена полностью то вот этот мешок он полностью у меня пропитаны солью и вот он в таком состоянии здесь хранятся и лавровый лист такой и брусничник ну лавровый лист я еще в таком мешочке держу красиво у меня на кухне просто я повесила он лисит но он тоже пропитан солью обычно брать соль вот разводить круто чтобы было прямо соль чувствовалось и когда будете промакивать чтобы выступала прям эта соль на этих мешочках как вот у меня уже давно такой мешочки сшит из тюли он пропитан он прямо вот такой полом стоит такой и здесь я тоже самое храню здесь у меня груши хранятся в такой мешочке в соленом я его завязываю плотно вот так вот он прям как берешь его он такой неприятный на ощупь потому что пропитан полностью солью значит другой метод очень хороший и даже советую всем кто делает такую сушку грибов и этих обязательно грибы нужно тару закрывать и чтобы она дышала обязательно никаких капроновых крышек я не приветствую знаю что капроновые крышки надевают но я это не приветствую я взяла за основу покажу у меня баночка уже одна готова и она закрыта но я сейчас покажу чем я закрываю и как я закрываю вот они у меня грибы стоят у меня вот это вот уже губочка готова значит берем вот такую губку вот такие они продаются везде и всюду здесь она хорошо цепляется когда надеваю маплю или сеточку вот хорошенько ее в соль окунаем вот эту марлю или у кого сеточка вот так как у меня капроновая из тюли осталась то же самое в соль окунаем она должна быть жесткой такой вот я просто ее не сделала вот это у меня жесткая уже лежит берем надеваем потом эту марлечку или же сеточку она хорошо цепляется здесь вот вот так вот и туда соленую прямо засовываем вот так в баночку вот на такое расстояние если надо она хорошо вытаскивается закрыто все плотненько потому что она сначала когда ее туда конечно нажимается а потом она свойство ее как бы растягивается она там растянулась видите никакого прохода нет и для домашней этой моли который пищевой и прохода нет просолена губка просолена это тряпочка марли или или же капроновая кусочек этот у каждой хозяйки есть и банка плотно закрыта и она дышит и как бы вы знаете что грибов есть специфичный запах он не пройдет соль вот этой губки она не пропустит соль и грибы будут в полном порядке сухо им вы можете как вот мы в квартирных условиях храним у нас маленькие кухни и у меня лоджи 6 метров там шкаф стоит и я там свободно в шкафу храню вот эти банки и вот второй метод очень хороший для то же самое для сушки вот это вот такие крышечки она у меня тоже пропитана солью вот это вот такие крышечки с дырочками для чего чтобы то же самое наша сушечка дышала пропитать эту марлю или сеточку два слоя три можно сделать без разницы одеваем ее и накрываем все никакая моль через нашу соленую эту тряпочку не пройдет и через эти дырочки будет наша сушка дышать она очень хорошо хранится вот этой вот банки это не года это банка с прошлого года здесь есть меня пополам груши и яблоки это осталось еще с прошлого года у меня сушка она стоит никакого черветочинки никакого этой моли там даже не видно и близко еще один метод этот очень хороший я журнал читала ехали короче в поезде и женщина читала журналы ну я тоже взял неревне там статейка очень была хороша и очень хороший совет там был вот у меня брусника здесь но там был очень хороший совет хранить травы эти которые действительно нельзя уплотнять крышками вот этими и там очень хорошая женщина совет давала вот такие вот крышки которые для вина где есть дырочка здесь проходит малюсенькая такая малюсенькая дырочка она здесь вот выходит вот так все потом ее туда засовываешь и как бы вино играет это естественно что сюда поступает воздух и там написано что вот она покупает такие же вот крышечки одевает их вот она плотно одевается и так хранит то же самое и сушку и грибы и всевозможные травы поэтому вот такими вот я хотела советами с вами поделиться но самый мой лучший метод это вот губки я до того приспособила их эти губки они вот видите они солью пропитаны и прямо вытаскивается тяжеловато потому что соль она тоже как бы притягивает и вот видите и очень хорошо попробуйте такой вот мой метод и вам я думаю тоже понравится спасибо кто смотрел мой ролик вот ставьте комментарии дизлайки там колокольчик нажимайте чтобы быть в курсе моих выходов роликов всем пока